Не понимаешь опять это дело такое? Добрый день. Я уже много раз говорил, что заранее надо написать, могу ли я принять. Я только что пришел, у меня люди приходят. Вот раз то ли забываешь, то ли нарочно делаешь. Мне проще всего просто щекать, никогда не зайдешь. Зачем ты так поступаешь-то? Ну я уже много раз говорю, заранее предупредить надо, я же высылал правила мои. Заранее сказать, я где-то заранее замечу, чтобы прийти, я только что зашел. И воды надо наносить, накормить. Просто очень срочное дело. Ну ладно, у нас все записывается, выставляется в интернет, ты не против? Нет, не против. Я слушаю и говорю. Ну в общем, тема такая, в общем, мальчик 14 лет, 14. Уже на всех вообще, как говорится, заметках, и на полиции, там детская школа, там милиции, и детские там какие-то эти, приюты, везде на галочке уже стоит. Никто с ним справиться не может. Вот, слышу, лагерь какой-то есть у вас там, просили узнать. Ну вы сами-то еще не знаете, что с ним делать надо? Родители-то есть? Есть. Ну так, они и должны заниматься этим, не чужой же дядя. Они его таким воспитывают. Но у них сейчас не хватает никаких. А они должны исследовать, почему такой родился. Где родители? В какое время зачали? Во время поста или нет? Даже на это надо обратить внимание-то. Все божьи правила попрали, как демон, павший с неба. Я, говорит, нарушил все правила и пал на землю. Да это уже понятно, уже, уже произошло, вот я слышал, у вас там лагерь есть. Ну и что лагерь? Я 48 лет его начальник, и что? 45 как лагерь? Его можно к вам поставить? А? К вам можно его? Зачем? Ну, на первоспитание. Зачем? Наказывать его нельзя, он уже большой. Родители есть. Тем более, лагерь как таковой закрыт. Все полностью расформирован. Его уже нету. Теперь, если приезжает, то только по домам дома. Приезжает как гости. Лагерь не имеет возможности существовать. Роспотребнадзор непрерывно довел. И пришлось подписать указ о ликвидации его. Ага. Ну, в гости можно, да? Можно. Можно кому разрешат. С кем поговорим, узнаем. Вот сейчас уже собираются. В мае месяце будет это подтверждение. Кому-то путевки даем. Кто-то на своей машине, кто-то издалека. У нас несколько лет тут из Канады прилетают. С Москвы. Из Канады. С Москвы есть. Они долетают до Парижа. Потом до Москвы. Потом до Барнаула. А тут уже такси берет. Это не легкое и не дешевое удовольствие. Но прилетели один раз дети, а другой раз отец привозил. А потом мать привезла с ними и была здесь. Никак не можем. Тем более такого. Желательно, конечно, чтобы были с родителями. Потому что люди приехали в гости. Дети при родителе должны быть. Лагеря нету прежнего. Все. Он просуществовал ровно 45 лет. Теперь там музей для бедных лагерей. Комплекс. Ага. Ну, ваши контакты-то можно дать? Ну, что дать-то? Надо говорить здесь. Про этот, который он никого нигде не слушается. Даже и давать не надо. Я его не возьму. Он будет что угодно делать. И что ты с ним сделаешь. Он не будет подчиняться. Вовремя не приходить домой. Ночью начнет шариться. Уже курит такой, как правило. И что делать? Мы же неисправительная трудовая колония, где за решеткой. Он на другой день сбежит. И все. И будет что попало говорить. И будут верить ему. Мы проверяем, когда с детьми приходят. Когда мы записывали. Они подписывают бумагу. Согласны, что их физически наказывать буду. И все остальное. Рассчитывается. И дальше, что с собой взять? Такой порядок. А если такая его характеристика. С такой характеристикой ты в тюрьму не возьмут. Короче, два пути теперь. Или на малолетку, или в армию, да? Ну, ко мне вот приехали родители. Благородное. Видно, что лагерь. Когда лагерь был? Лагерь уже закрытый. Уже дело к занятиям идет. Ну, у нас вот сын такой, то другое. Я говорю, а где он? Да в машине. Ну, я подошел. Я говорю, а сколько ему лет? Ну, где-то 28 лет ему. 28 лет детский лагерь. Да вы что? Ну, мы не знаем, что с ним делать. Он так-то хороший, но не работает. Пьет, гуляет. Возьмите его. Ну, люди то ли сумасшедшие, то ли бесноватые. Понял. Ладно. Я понял. Как с ним заниматься-то? Никак. У меня никаких гречевов-то нету. У меня ни охраны никакой нету. На добровольных началах. Это трудовой лагерь. Мы каждый день работаем. Он будет работать? Конечно, нет. Он будет развращать. Нельзя нигде ни одного слова плохого сказать. Он матершиник. Я что буду делать с ним? Я должен в первый же день его отчислить. Отчислить, значит, они за пределами будут дома и до свидания. Огорчение для всех будет. Я ж не буду с ним занять. Нянькаться-то. У нас очень строгая дисциплина. Приехал начальник летного училища. Он может даже и полковник. Акопян. Сергей Живанширович. Ну и когда побыл, говорит, у меня военное училище. Но такой дисциплины нет. Курсанты. Там мы. В столовой, как бывает, ведут. У меня ни одного слова шепотом никто не скажет. Кусочек уронил. Обязан поднять его, поцеловать и съесть. Грузинское правило. Если что, я тогда вам позвоню. Нет. Не звони, пока не разрешу. Я ж сказал. Я ж сказал, не звонить. В прошлый раз предупредил. Напишите. Разрешу? Нет подходить. Сейчас. Все, тогда отошел. С кем разговариваешь-то? Позови его сюда. Что отвлекаешься-то? Не, я на работе просто. А, на работе. Ну вот такое дело. Так возьмите сами с родителями-то. И вы знаете, что опыт имеете. Начинайте воспитывать. Почему чужой дядя должен этим заниматься? Все. Я отхожу тогда. Отхожу. Спасибо. Не звонить. Пока не разрешу. Между小時. С Бум кем. С Богом. О, в доме. С Богом. Утром на π Brother. Принялось. Сергей. Упор filme Былконов наYouTube.